Всем привет, друзья! Ну что ж, новости все ужаснее и ужаснее. И вот Госдума проговорилась, как они будут отбирать детей у родителей. В дальнейшем буду называть Карапетов, чтобы не волновать YouTube. И вот депутат Госдумы от партии КПРФ Останина написала письмо Михаилу Мишустину с просьбой принять решение об эвакуации детей у тех родителей, которые отказываются ехать в эвакуацию. Я вам сейчас зачитаю небольшой отрывок из этого письма. Значит, уважаемый Михаил Владимирович, прошу вас рассмотреть возможность эвакуации тех Карапетов, чьи родители приняли решение остаться на обстреливаемых территориях Белгородской области. Обеспечить Карапетам образование в очной форме. То есть обязательно, чтобы была очная форма образования. И вот сейчас это самое важное для нее. Предоставить необходимые условия для обучающихся в форме интернатного содержания, изыскав возможность разместить таких детей в организациях отдыха и их оздоровления федерального значения. В таких лагерях, как Артек, Орленок, Океан, Алэ-Паруса, а также в санаториях, лечебно-профилактических учреждениях, пансионатах Москвы, Московской области или других регионах. О вашем решении прошу меня информировать. Написала Астанина. Вот так вот, друзья. В общем, Госдума раскрывает свои планы, как они будут отбирать Карапетов у тех родителей, которые отказываются ехать в эвакуацию. При этом согласие родителей никто не спрашивает. Ну и в таком случае может быть только одно решение. Это уезжать самим, забирать детей и уезжать самим, не дожидаясь никакой эвакуации, уезжать куда-то вглубь страны. Если даже у вас нет детей, то вас вынудят поехать в эвакуацию. И потом вернетесь ли вы обратно на свое местожительство, это тоже неизвестно. Если вы останетесь, у вас отберут детей, увезут, и потом найдете ли вы своих Карапетов. И, в общем-то, остается только вот такой выход, не дожидаясь никакой эвакуации, собираться самим и уезжать куда-то вглубь страны. Ну и находить там себе какое-то местожительство. В общем, только вот такой выход. Это будет не только в Белгородской области, это будет и в других приграничных областях, и, возможно, даже еще потом и в Подмосковье, а может даже и в Москве. Ну а тем временем некоторые предприимчивые блогеры по указке своих кураторов очень активно раскручивают такую тему, как поедание мухоморов. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы россиянин всегда был под дурманом. Либо это дурман от телевизора, либо это дурман от водки. Ну а так как денег скоро не будет, водку будет купить не на что, вот вам, пожалуйста, тема поедания мухоморов. Причем даже бесплатно. Активно, значит, это все раскручивается, показывается в видео. Мне вот просто вот даже смешно становится вот от этой вот ерунды. Причем это раскручивается вот именно только в российском сегменте. Вот больше нигде вот этого нет. Россиян дурят на каждом шагу. Вот на каждом шагу. По телевизору дурят. С этими мухоморами дурят. Всякие Яндекс.Новости дурят. Некоторые смотрят Яндекс.Новости, думают, что там все правда написано. Это Яндекс.Новости такая же пропаганда, как и, сами знаете откуда, из телевизора. Ну и вот новая тема мухоморы. Вот теперь россияне, скоро у вас денег не будет, поэтому поедайте мухоморы, чтобы вы спокойно, без всяких протестов, пошли на эвакуацию и своих карапетов отправили на эвакуацию, чтобы вы все были под дурманом. Поэтому россияне, опомнитесь, опомнитесь, не ведитесь на вот это вот, не ведитесь. Уже сколько известных случаев, что обожравшись мухоморов, кто-то уже выходил в окно с девятого этажа, получали токсическое отравление. Как вы можете вообще вот верить в эту ерунду? Вот как можно вообще? Денег скоро не будет, водку покупать будет, не за что, чтобы горе залить, да? Залей горе рюмочкой. Вот, пожалуйста, мухоморы, россияне вас ведут на убой, при этом еще одурманивая вас. Берегите себя, не поддавайтесь на это, не поддавайтесь. Сохраните трезвый, здоровый ум. Не ходите на войну. Сберегите своих детей и сделайте все возможное, чтобы все это прекратить. Войну прекратить немедленно. Продолжение следует... ... Продолжение следует...